всем привет дорогие друзья подписчики а также гости этого канала ирина розанова откровенно об отсутствии семьи судьба актрисы и насыщенная личная жизнь 62-летней известной актрисы ирина розанова российская актриса театра и кино которая сыграла огромное количество ролей в фильмах и сериалах а личной жизни и судьбе этой актрисы вы узнаете посмотрев этот ролик мама но что ты все вспоминаешь что что бульон поросло не выдержала ирина если бы да кабы что теперь об этом говорить а то что маму надо слушать проворчала зоя васильевна какой серёжа был хороший парень надежный положительный а какую карьеру делает а ирина розанова лишь вздохнула мама смотрела со своей позиции женщины которая встретила когда-то того единственного с кем стала счастливой создала семью и шла с ним рука об руку много лет мои родители встретили сорок девятом году костроме им было по 22 года рассказывала актриса через два года расписались а пятьдесят втором году родился мой старший брат павел а я появилась на свет в пензе шестьдесят первом году мы переехали в рязань там я и выросла родители для меня идеальная пара 60 лет прожили вместе без ссор без скандалов без упреков но моя мудрая мама разруливала любую ситуацию ирина говоря о родителях всегда сетовала что сама она в отношениях с мужчинами не могла так дипломатично действовать и хитро как ее мама у меня характер дерзкий делилась ирина если что-то не нравится прилаживаться к мужику да умасливать его не буду дам отворот поворот и вся недолго о каком сереже частенько говорила ее мама да об однокласснике сергей первая влюбленность настигла подростков 14 лет мальчик ходил к ирине домой познакомился с ее родителями и просто их очаровал но после восьмого класса уехал аж в хабаровск мечта звала поступил в летное училище попросил ирину писать ему и конечно же ждать а ирина подумала подумала и честно написала сереже мол прости но нет у меня к тебе чувств кроме дружеских окончив школу она рванула в москву попыталась поступить щепкинская вт у да не тут то было пришлось возвращаться в рязань и год работать костюмершей в театре готовясь к новому поступлению осенью 83 года мечта ирины наконец сбылась и она стала студенткой гитиса высокая фигуристая девушка рост которой составлял 180 сантиметров пользовалась большим успехом у однокурсников она влюбилась мужчину постарше режиссера евгения каменьковича впрочем он был старше всего лишь на 7 лет хотя и выглядел умудренным жизнью человеком поженились они когда ирина окончила второй курс и поселились в общежитии однако семейная жизнь оказалась вовсе не сладкой честно говоря замуж я хотела поскорее чтобы родители на меня перестали давить рассказывал ирина но самостоятельная жизнь мне не очень-то понравилось денег было в обрез ютились крохотной комнатушке ссорились постоянно из-за бытовухи как будто я одна должна все делать по дому а у меня даже успеваемость снизилась розанова и каменькович продержались браки всего года полтора весной 87 они развелись а спустя годы актриса татьяна васильева рассказала что ирина еще будучи замужем тайно встречалась с ее мужем георгием мартирося нам васильева вспоминала я жила как в аду дочь родилась восемьдесят шестом году а меня донимают его возлюбленные розанова вон звонила и говорила так приятно прижаться к жори я их вывела конечно на чистую воду а мартиросян швырнул в меня огромную пепельницу и она разбилась а стену мою руку попали осколки и я вся в крови помчалась больницу но розанова на эти упреки лишь возмущается ой с кем только мне не приписывали романы и с абдуловым и с калягиным и джигарханянам и тодоровским у которого я снималась в интер девочки но с тодоровским то куда петр ефимович на 36 лет меня старше всю жизнь одной супругой в счастливом браке прожил надо же такое вообразить про меня и его на самом деле актриса страстно влюбилась в режиссера дмитрия месхиева пришла к нему девяностом году на пробы в картине габринус и пропала молодой человек только только окончил в гиг получил диплом выехал на съемочной группой в летнюю одессу там и вспыхнул роман с ириной а вернувшись в москву пара поселилась вместе к сожалению ирина начала увлекаться спиртными напитками и в девяносто втором году месхиев ушел к другой я очень сильно переживала и поняла что нужно что-то менять вспоминала актриса решила вести здоровый образ жизни и отказалась даже от курения любила я это дело ну как и многие бросающие набросилась на еду и стала весить 85 килограмм вроде немного для моего роста но выглядела я просто ужасно я долго избавлялась от наеденных килограмм 33-летняя актриса постранила похорошела не пила не курила стала выглядеть как девчонка и в нее по уши влюбился 20-летний тимур вайнштейн руководитель команды квн парни из баку встреча произошла на сочинском кинотавре летом девяносто четвертого года актриса обнаружила что она беременна сыграли помпезную свадьбу и даже обвенчались в израиле будучи сыном обеспеченных родителей парень владел элитной недвижимостью подмосковье тимур жил роскошно рассказывала актриса у него был не один особняк а два очень красивые и шикарно обставленные я была на седьмом небе от счастья казалось что наконец я нашла такую же любовь как и у моих родителей по нынешним меркам я была совсем молода и могла родить еще не одного ребенка но увы актриса рассказывала что ребенка она потеряла на довольно позднем сроке и врачи ей сообщили что больше она не сможет иметь детей а тут и молодой муж по-своему переживая эту утрату стал пропадать на работе и неделями не появлялся дома ей был нужен муж они мужчина который заколачивают деньги рассказывала мать розановой со стороны тимура началось неуважение и моя дочь ушла от него практически с одним чемоданом оставив все нажитое с известным кинооператором григорием беленьким ирина познакомилась на съемках фильма дети понедельника в 97 году я конечно знал артистку ирину розанову рассказывал григорий но именно на картине аллы сурикова неожиданно как искра вспыхнула мое чувство к ирине а пожениться ей я предложил когда снимал фильм эльдара рязанова старые кляча в 2000 году без подготовки спонтанно мы помчались в загс и уговорили нас расписать а эльдар александрович позвал всех к себе на дачу отметить это радостное событие несколько лет они прожили в браке у них была любовь на всю катушку вспоминали актеры как внимательно относилась и рачка гриши баловала его рыбкой с ушами на съемках не всем так везет говорил актер сергей никоненко развод поразил всех знавших эту пару беленький объяснил это тем что любовная лодка разбилась а быт мол две яркие творческие личности просто не смогли ужиться вместе 2006 году ирина сделала еще одну попытку ужиться с мужчиной ее избранником стал режиссер бахтияр худой назаров их любовные отношения начались на съемках фильма танкер танго бахтияра я запомнила как кончить темпераментного мужчину говорила мама ирины возможно из-за его горячего характера они и расстались не могли прощать друг дружку из всех ирининых кавалеров не больше всего нравился георгий беленький он очень спокойный мудрый уравновешенный и не могу забыть сережу и школьную любовь вот с кем надо было создавать семью родители ирины умерли так и не дождавшись увидеть ее счастливой женой и матерью зато порадовались успехом дочери как актрисы сейчас искать нового мужа с кем-то встречаться ирина отказывается из домашних у нее только любимый год она очень дружна с братом и любит нянчиться со своими племянницами а позже она стала заботливой бабушкой для их детей не исполнилось уже 62 года я пока подзавязала с любовями и страстями у меня была такая великая и насыщенная жизнь ребята дайте отдохнуть да и характер честно говоря у меня скверный увидела я в жизни очень много заключение сказала актриса лично мне очень нравится эта актриса я смотрела огромное количество ее работ в кино и мне очень хочется ей пожелать счастья в личной жизни дальнейших успехов в творчестве новых интересных проектов и конечно же главных ролей дорогие мои пишите свое мнение в комментариях что вы думаете по поводу этой актрисы нравится она вам или нет какие картины с ее участием вы смотрели а может быть какие-то даже успели полюбить дорогие мои пишите в комментариях на каких актеров актрис или других деятелей шоу-бизнеса вы хотели бы посмотреть ролики пишите имя фамилия и то что вы хотели бы узнать обязательно исполним все ваши пожелания дорогие мои благодарю вас за внимание желаю вам всего самого доброго всего самого замечательного берегите себя и своих близких будьте счастливы удачи и успехов всегда и во всем божье благословение вам ангела-хранителя божьей благодати до новых встреч и всем пока пока